Сегодня мы будем читать Бхагавадгиту. Обычно в воскресенье стараются читать Бхагавадгиту. И будем читать вторые главы, 2.40. Ом намо Бхагаваде басудебая. Ом намо Бхагаваде басудебая. Ом намо Бхагаваде басудебая. Ом намо Бхагаваде басудебая. Так, я один прочитаю санскрит, потом мы вместе прочитаем пословный перевод. Давайте вместе прочитаем пословный перевод. На, не, ига, здесь, в йоге. Абхикрама от попыток. На шах утрата. Асти существует. В протя боях потеря. На, не, видя те, существует. Суалпам. Небольшое. Апи. Даже. Ася. Этой. Дхармася. Деятельности. Трайате. Спасает. Магатах. От величайшей. Бхаят. Опасности. Перевод его божественной милости. Абхайчаранаравиндамбхактивдантасаммишилы правопады. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. И ни одно его усилие не пропадает даром. Даже несначительное продвижение по этому пути и городит человека от величайшей опасности. Комментарий Шилы правопады. Деятельность в сознании Кришны, то есть деятельность ради Кришны, а не ради удовлетворения запросов собственных чувств, это высшая духовная деятельность. Даже тот, кто только начал заниматься ее, не встречает на своем пути препятствий. И любое, даже самое незначительное его усилие не пропадает даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца. Иначе все наши усилия окажутся напрасными. Однако, любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет положительный результат, даже если останется незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело. Даже если начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполнили его всего лишь на 1%. Этот результат навсегда останется с нами. И в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились. Тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. Аджамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни, по милости Господа, получил стопроцентный результат. В этой связи в Бхагаватам есть замечательный стих 1.5.17. Диактва садхармам чарнам буджам харер, баджанна паквудха патетта то яди, я траква вабхадрамабхуд амуш яким, ковардха апто баджатам свадарматах. Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца то, что он теряет, с другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности. Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а в душе, а душе своей повредит. Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны, после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного Брамана, либо в богатой знатной семье. И это позволит ему продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности сознания Кришны. Ома Генна, Тимирандася, Геннаджана, Шалакая, Чакшурун, Милитам, Яна, Тасмай, Шри, Гуравинама, Шичай, Таням, Анам, Бештам, Сапитам, Яна, Бутале, Своям, Рупах, Кадам, Аям, Дадати, Сва, Падам, Тикам, Ванчакал, Патарупья, Ща, Крипас, Нубебача, Патитанам, Паванепью, Вашнавебья, Наму, Нама. Хе, Кришна, Карана, Синдхо, Динобанго, Джагатпате, Гопеша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намастате, Таптаканча, Нанго, Ранги, Радви, Бриндаванешвари, Бриша, Бану, Сута, Деви, Пранамами, Хари, Прие. Джай, Шри, Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянамда, Шиадвай, Тагададхара, Шивасадигура, Бхакта, Бринда. Харе, Кришна, Харе, Кришна, Кришна, Харе, 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 Рама, Харе, Рама, Рама, Харе, Харе. Итак, это очень знаменитый текст 2.40 Очень знаменитый текст Его очень часто цитируют Его чаще всего Одним из самых первых заучивают наизусть Бхакты со школы Бхакти Когда изучают Бхагавадгиту Очень часто одним из первых стихов Бхагавадгиты Они заучивают этот Потому что в нем есть Что-то очень важное, вдохновляющее, утверждающее Торжественное, торжественный аккорд Что вставший на этот путь На духовный путь Ничего не теряет И ни одно его усилие не пропадает даром Даже незначительное продвижение по этому пути Огордит человека от величайшей опасности И дальше в Бхагавадгите В шестой песне В шестой главе Будет продолжение Развитие этой темы Там этот путь упоминается как Брама-на-падха И переводится как Брама-на-падха Духовный путь Брама-на-падх И это духовный путь Который Предназначен для каждого из нас Предназначен для людей На самом деле Самое большое совершенство в жизни Которое мы можем достичь Это встать на этот путь Более того Наша человеческая жизнь Предназначена для того Чтобы встать на этот путь Шила-права-пада говорил Что Наша жизнь Предназначена для того Чтобы вернуться Назад домой к Богу И как раз вот здесь написано Начало этого пути Бхагавадгита Мы читаем Бхагавадгиту И как сам Шила-права-пада Говорит В обведении к Бхагавадгите Что он еще Говорит Бхагавадгиту И называют Гита-панишат Квинтэссенция Ведической мудрости И он Объясняет При каких условиях Она была поведана Она была поведана Верховным Господом Кришной Своему Его близкому Другу Арджуне Когда Арджуна Оказался В сложной ситуации Когда С ним случился Кризис В его жизни То Господь Кришна Поведал ему Бхагавадгиту Чтобы помочь ему Разрешить Трудности В своей жизни И как Права Пада Говорит Что Хотя Господь Поведал Бхагавадгиту Арджуне На самом деле Таким образом Он поведал ее Для каждого из нас Потому что Каждый из нас Не понаслышке Знаком Что такое Трудности В жизни Что такое Кризис Так или иначе Каждый из нас Прикасается С какими-то Беспокойствами И Бхагавадгите Даются Трансцендентные Наставления Которые Могут Помочь нам Разрешить Все наши Проблемы Которые Встречаются В нашей жизни И Самое Главное Объяснение Которое Здесь Мы находим Это то Материальные Трудности Они не Решаются Материальным Способом Это Может Показаться Очень Необычно Но Действительно Материальные Трудности Решение Их Материальных Способов Приводит Просто К временному Какому-то Решению Проблем Это Ненадолго Эти наши Трудности Материальные Существования Просто Откладывает Потом Они вновь Возвращаются И Здесь Предлагается Что Чтобы решить Все трудности Материальные Существования Нужно Духовное Знание Действие В этой Второй Главе Есть Очень Много Важных Таких Вдохновляющих Текстов Как этот Который Описывает Положение Души Что Каждый Нас На самом деле Душа Что Мы Не Являемся Этим Телом Что Тело Это Просто Маленький Отрезок Нашего Вечного Пути Это Наша Жизнь И Там Есть Такие Тексты Что Как Человек Оставляет Старые Одежды Чтобы Одеть Новые Так И Живое Душа Положенный Срок Оставляет Тело Чтобы Родиться Вновь Тот Кто Родился Обязательно Умрет А Тот Кто Умер Обязательно Родиться Снова Есть Описан Этот Круговорот Повторяющихся Рождений Смертей И Боль Дальше Будет Объяснять Кришна Аджуне Что Такое Истинное Знание Что Рождение Старости Болезни И зло Потому что Приносит Страдания Живой Душей И Поэтому Чтобы Решить Все Проблемы Нужно Почистовать Себя Душой И Поскольку Это Непросто Здесь Объясняет Чтобы Почувствовать Себя Душой Это На самом деле Духовное Знание Душа Это Абсолютное Понятие И Его Невозможно Понять Материальным Способом Его Невозможно Добиться Своими Усилиями Потому что Это Духовное Знание Трансцендентное Знание Оно Приходит Как откровение От Господа В сердце Потому что Господь Сверхдуша Он дает Понимание Этого Знания И Кришна Побуждает Ржуну Действовать Чтобы Чувствовать Себя Душой Он Побуждает Его Действовать Духовным Образом Действовать Как Душа Действовать Как Душа Это Значит Стать На Этот Путь Тот Кто Стал На Этот Путь Ничего Не Теряет Ни Одного Усилия Не Пропадает Даром И Даже Незначительное Продвижение По этому Пути Гордит Человека От Величайшей Опасности Потом Дальше Будет Объясняться В чем Это Опасность Что 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 Случ С С Тем Человеком Который Все Таки В Этой Жизни Не Смог Дойти До Конца Этот Путь И Возвращается Достижение Поведение Что Здесь Чувствование Является Болезненным Для Души И Душа Неестественно Она Себе Неестественно Чувствует Каждое Живое Существо Которое Находится В матерном Мире Чувствует Страдания И Богов Дети Кришна Так и Говорит Что Этот Матерный Мир Он Называет Дух Халайам Шашпатам Что Он Временен И Полон Страдания И Когда Правопада Описывает Эти пять Философских Истин Говорит Что Здесь Основы Духовного Знания Это есть Эти пять Истин Когда Объясняется Кто Такой Бог Ишвара Кто Такая Джива Это Вечно Живое Существо Душа Вечное Время Кала Пракрития Матерная Природа И Карма И Абсолютная Истина Объяснение Абсолютной Истины Оно Включает Понимание Этих Пяти Истин И самое Главное В этом Знании Это То Как Душа Обычное Живое Существо Каждый Из нас Связан С Верховным Господом И Что У каждого Из нас Есть взаимоотношения С Ним И что Цель нашей Жизни Заключается В том Чтобы мы Приложили Усилия Встали на Духовный Путь Чтобы Пробудить Этих Взаимоотношения И Как здесь Объясняется Что Все достижения Которые Мы достигнем Если Они Не приводят К этой Главной Цели Возрождение Своего Духовного Осознания То Это Бесполезная Трата Времени Кима Сад Карамабир Бхавет Объясняется В Шимад Бхагаватам Что Толку В этой Мирской Деятельности Если Она Не приводит К нас К Сама Сознанию Предному Служению Верховному Господу Чтобы Продолжить Я Очень Мне Очень Хочется Рассказать Историю Из Шимад Бхагаватам Шимад Бхагаватам Это Очень Важное Писание Если Бхагават Гита Является Основой Духовного Знания То Шимад Бхагаватам Развивает Это Духовное Знание Оно Описывает Путь Преданного Служения Вообще В Бхагаватам Рассматривается Десять Очень Важных Тем Творение Первичное Творение Вторичное Творение Какие Есть Планетные Системы Различные Материальные Миры Также Пошином Защита Господа Стханам Стханам Это Побудительная Причина Этого Творения Также Описано Династии Великих Царей Описано Неродга Что такое Неродга Разрушение Вселенных И Описано Мукти Что значит Мукти И Что на самом деле Мукти Это означает Суропенабдивас Сети Возвращение Себе Своего Истинного Состояния Истинного Облика Как вечного Слуги Кришны Возвращение Назадамы Богу И в Бхагаватам Описаны То Как Живое Существо Развивает Свои Отношения С Верховным Господом Там очень много Удивительных молитв Вообще Это очень удивительное Священное Писание Очень Важное Священное Писание В самом Шимат Бхагаватам Говорится Что Когда После того Как Господь Кришна Покинет этот мир То принципы религии Они обретают Прибежище На страницах Шимат Бхагаватам И что Шимат Бхагаватам На самом деле Не отличен От самого Верховного Господа Кришну И в Бхагаватам Самой первой Главе Описана История О том Как однажды В святом месте В лесу На Мишаране Множество Великих Мудрецов Собрались Для того Чтобы совершить Очередное Жертвоприношение Цель Этого Жертвоприношения Заключалось В том Чтобы Принести Благо Всем живым Существам Там Также Перечислялось Чтобы Ослабить Влияние Демонических Сил И Также Просто Для очищения На самом деле Жертвоприношение Когда Мы Слышим Это Слово Особенно В западном Мире Оно Иногда Вызывает Противоречивые Чувства Обычно Какой-то Негативный Оттенок Потому что Мы много Слушали Всяких Страшных Историй О том Как Приносят Жертву Других Живых Существ Но на самом деле Жертвоприношение Ягья Это Как Шилап Рупада Говорит Что Что мы Можем Пожертвовать Господу Мы Ничему Не можем Пожертвовать Потому что Нам Ничего Не принадлежит Даже наше тело Ему Не принадлежит Все Что мы можем Ему пожертвовать Это Наше Он Приводит Крепкое Слово Что Наше Это Собачье Само Менение Что я Великий И что я Бог Потому что У нас Истинное Положение Живут Что Он Что Он Покорный Вечный Слуга Господа И Суть Жертвоприношения Которое Проводили Эти Великие Мудрецы Заключалось То есть в том Что они Говорили Просто говорили О славе Господа Они говорили О славе Господа И это Приносило Им огромное Наслаждение Огромное Удовлетворение И Метод был Таков Что Багов Там говорится Что Множество Мудрецов Во главе С Шаунакой Они собрались В святом месте И они Выбрали Одного Самого Выдающегося Рамахаршана Суда Впоследствии Это был Его сын Суда Госвами И они Задавали Ему Вопросы И В Багов Там в первой Главе Описывается Шесть вопросов Которые Они ему Задали И самый первый Вопрос Они ему Задали Очень смиренно Спросили Его Что Скажи нам Пожалуйста О великий Суда Что Помсам Экан Татах Шриях Тот То Мы Когда Читаем Книги Правопады Правопада Хотел Чтобы мы Читали Пословный Перевод Таким Образом Мы Запоминаем Санскритские Слова И Иногда Какой Смысл Или Какая-то Часть Смысл Она Становится Немного Понятна Благодаря Потому Что Мы Читаем Санскрит На самом деле Это Очень Важное Ну Не у Каждого Это Получается Но Сила Правопада Хотел Чтобы Мы Читали Изучали Санскрит Хотя Он Также Хотел Чтобы Мы Не Хвастались Этим Потому Что Кришне Это Не Нужно Кришна Понимает Просто Язык Нашего Сердца И Помсам Это Означает Для Всех Людей И Кантатах Единственное И Шрия Шрия Созначает То Что Приносит Вечное Благо Он Спросил Что Что Является Абсолютным И Единственным Благом Для Всех Людей И Тогда Суто Госвами Ответил Что Вольшим Благом Для Всех Людей Является Деятельность Которая Их Приводит К Любовному Преданному Служению Верховному Господу И Для Того Чтобы Полностью Удовлетворить Душу Такое Преданное Служение Должно Быть Бескорыстным И непрерывным На самом деле Он Этим Ответом Ответил Сразу На два Вопроса Потому что Второй Вопрос Который Они Спросили В чем Так Существует Так много Священных Писаний И Они Спросили В чем В чем Суть В чем Суть Всех Священных Писаний И Как Раз Вот Это Есть Ответ На Этот Вопрос Я Высокая Цель И Высший Материальное Существование Это Нездоровое Состояние Живого Существа Его Истинная Жизнь Духовное Бытье Или Бытье На стадии Брама Бута Где Жизнь Вечно Блаженно И Исполнено Знание Материальное Существование Временно Иллизорно И Исполнено Страданий В нем Вообще Нет Счастья А есть Только Тщетные Попытки Избавиться От Страданий И Временное Прекращение Страданий Ошибочно Принимается За счастье Поэтому Путь Материальных Наслаждений Временных Жалких Иллюзорных Является Низший Но Предное Служение Верховному Господу Ведущее К вечной Жизни В блаженстве Всеведении Называется Высшей Формой Деятельности Человека Иногда Если К нему Примешиваются Низшие Качества Оно Оскверняется Например Если Человек Обращается К преданному Служению Ради Материальной Выгоды Это Безусловно Создает Препятствия На его Пути К отречению Отречение Или Самопожертвование Во имя Высшего Блага Бесспорно Предпочтительное Наслаждение Жизни В болезненном Состоянии Поэтому Предное Служение Господу Должно Быть Качественно Чистым То есть Полностью Свободным От стремления К материальным Наслаждениям Следовательно Необходимо Обратиться К высшему Занятию Предному Служению Господу Лишенному Малейшей Примеси Ненужных Желаний Кармической Деятельности Или Философских Спекулятивных Рассуждений Только Так На пути Служения Господа Можно Обрести Вечное Утешение И Я специально Прочитал Этот Комментарий Потому Что В принципе Этот Комментарий Еще не Похож На тот Который Дается Бхагавадгите Тот Который Мы Сегодня Читали Здесь Тоже Описываются Два вида Деятельности Деятельность Духовная Деятельность Для Которая Предназначена Для Самосознания Для удовлетворения Верховного Господа И Описывается Мирская Материальная Деятельность И Здесь Также В комментарии Дается Предпочтение Трансцендентной Деятельности Которая Приносит Вечное Благо И Объясняется Что Материальная Деятельность Она Как Здесь Правопада Говорит Что Со смертью Тела Приходит Конец Всему И Этому Телу И Этой Деятельности Доведена Она До конца Или Нет И Как В одном Месте Правопада Говорит Что Вульгарный Материалист Может На собственном Опыте Убедиться В том Что Материальная Выгода Ограничена Временем И пространством В этом Мире Или В ином Даже Поднявшись На сваргалоку Он не найдет Там Вечной Обители Для Своей Незнающей Покоя Души Удовлетворение Снимившейся Души Может Принести Только Совершенный Научный Процесс Совершенного Предного Служения И В одиннадцатой Песне Шимадбагава Там Одиннадцать Десять Двадцать По-моему Там Этот момент Объясняется Объясняется Что Прямо В самом Тексте Говорится Что смерть Очень неприятна Опыт Смерти Это Неприятный Опыт Но Каждый Из нас Подобно Заключенному Он стоит И ожидает Своей Очереди Поэтому Какой Смысл Заниматься Мирской Деятельностью Ради Обретения Временных Материальных Плодов И В комментарии Комментирует Этот стих Ученики Шилы Правопады На тот момент Уже Шила Правопада Покинул Этот мир Они Ссылаются На Ачарь Прошлого Они говорят Что В древние Времена Человека Которого Приговоренного К казни Его Прежде чем Казнить Должны были Накормить Обильно Изыскенными Явствами Там Очень Красивый Комментарий И Там Объясняется Что Человек Который Знает Что Его Скоро Казнят Он не Может Как он Может Наслаждаться Этим Изысканным Пиром И Подобно Этому Разумный Человек Вдумчивый Человек Он Понимает Что Чего бы Он не достиг В этом Мире Любое Самое Высшее Достижение Любое Материальное Счастье Оно Ограничено Временем И пространством В определенный Срок В тот момент Когда Придется Оставить Это тело Будет Потеряно Все И Поэтому Священных Писаний Говорится Что Вдумчивые Люди Они Избирают Духовный Путь На котором Нет Ни Ни Поражения Ни Потерь И Во второй Песне Объясняется Что Здесь Знаменитый Стих Айур Харать Иван Помсан Что С каждым Восходом Узыкатом Солнце Сокращает Жизнь Любого Из нас За исключением Тех Кто Все свое Время Посвящает Обсуждению Повествования Всеблагой Личности Бога Просто Преданные Они Черпают Блаженство В том Что они Говорят О славе Господа Потому Что Это Приносит Им Трансцендентное Наслаждение Это Очищает Их Сердце И Мне Сейчас Очень Хочется Повторить То Что Неделю Назад Или Две Назад Совсем Недавно Когда Двиджик Винда Пробудовал Лекцию Он Привел Очень Очень Интересный Пример Который Говорит О славе Господа И Очень Вдохновляющий Пример Мне Очень Это Понравилось И Я Решил Его Повторить Сегодня Он Цитировал Там Говорилось Второй Песни 2.7.23 Это Цитата С чем Адбагава Там В котором Говорится О Господе Рамачандре Там В самом Тексте Говорится Что По Беспричинной Милости Ко всем Живым Существам Этой Вселенной Верховный Господь Вместе Со своими Полными Экспансиями Явился В роду Махараджи Кшваку Став Господином Своей Внутренней Энергии Ситы По Велению Своего Отца Махараджи Дашарадхи Он В сопровождении Жены И Младшего Брата Отправился В изгнание В лес И прожил Там Несколько Лет Прожил Там Материальным Могуществом Десятиголовый Равана Дерзко Оскорбил Господа Что в конце Концов Послужила Причина Его Гибели Вот Такой Текст Который Описывает Славу Господу Рамачандры Но Здесь Есть Санскрит И Это Перевод Санскритского Текста И Санскрит Это Очень Потрясающий Язык Иногда В нем Есть Такие Слова Которых Нет Аналогов В русском Языке Иногда Невозможно Передать В полной Мере То Что Сказано И Поэтому Когда Ачари Иногда Делают Пословное Не Разбирают Пословно Некоторые Моменты Фрагменты Текста Это Позволяет Понять Глубже То Что Сказано В этом Стихе И Вот В этом Стихе Говорится Асмат Прасада Сумаках Икшваку Вамша Аватирья Что Здесь Икшваку Вамша Это Династия Икшваку И Аватирья Есть Очень Знакомое Слово Аватара Аватара Мы знаем Что Аватар Называют Воплощение Верховного Господа Которое Нисходят И Аватирья Здесь Означает На самом деле Это Комментарий Дживу Госвами Он говорит Что Коринтир Означает Спасать И Аватирья Означает Тот Кто Нисходит Для того Чтобы Спасти А В первом Строчке Говорится Асмат Прасада Сумаках И Мы знаем Что Слово Прасад Переводится Как Все Мы знаем Это С самого Начала Что Волшебное Слово Прасад Переводится Как Милость Господа И Прасад Это Не только То Что Господь Оставляет Как Милость В форме Пищи Любая Милость Господа Она Называется Прасад И Асмат Асмат Прасада То есть Эта Милость Она Направлена Проливается На всех Живых Существ Включая Маленького Муравья И Верховного Господа И Господа Брама И Вот Слово Важное Слово Сумукхах Потому что Мукха Значит Лицо И Здесь Объясняется Что Сумукха Это Тот Кто Поворачивает Своё Лицо И То Что Джилла Госвами Пословно Объясняет Этот текст Он говорит Что Верховный Господь Для того Для того Чтобы Нас Спасти Он Является В динакте Кшваку И Он Проливает Свою Милость Одним словом Проявляет Милость Ко всем Живым Существам Поворачиваясь К ним Лицом И Джилла Госвами Он Объясняет Делает Разбор От Текста Он Говорит Что Обитатели Этого Мира Они Называются Вимукхам Мукхам Лицо Тот Кто Изучал Некоторые Преданности Знает Там Есть Когда Описывается Эволюция Греха Есть Такая Ступень Пхалам Мукхам Плод Турта Что Вот Вот Уже Живое Сто Оно Собирается Совершить Греховный Поступок И Вимукхам Означает Те Кто Отвернулись И Джилла Госвами Он Говорит Что Те Живое Сто Которые Населяют Матерный Мир Они Вимукхам Они Отвернулись От Господа Потому Что Гордость Или Зависть Как Правопада Говорит В одном Из своих Комментариев Что Греховное Желание Живого Существова Во всем Сравнется С Богом Есть Единственная Причина Создания Этого Материального Мира Что Этот Материальный Мир Ему Не Нужен Даже Для того Что Появляя Свои И Вимукхам Отвернувшиеся Нежелающие Поворачиваться Под влиянием Ложной гордости Ложного Отождествления И Поэтому Для того Чтобы Уявить Милость Живым Существам Господь Он Приходит В этот мир И Поворачивается Лицом Проливая Свою Милость Показывая Всем Тем Что Каждый Из нас Очень Дорог Ему Вообще В Симадбхага Там Объясняется Что У души У вечной Души Нет Никого Дороже Кришна И Здесь Показан Этот Аспект Его Милости Что Он Приходит И Тем Кто Отвернулся Он Поворачивается Лицом Его Милость Как Он Является В форме Мурти И Преданные Могут Поклоняться Господу В форме Божества Они Могут Его Касаться Служить Ему Посвящать Плоды Своего Труда Все Предлагать Кришне Все самое Лучшее Это Процесс Предного Служения Который И Есть Этим Путем То Что Побуждает Кришна Арджуну Когда Говорит Что Ты Душа И Нужно Действовать Как Душа Что Сердце Он Говорит Бхагавадгите Что Он Сухридам Что Он Друг Всех Живых Существ И Есть Какие-то Тексты Которые Очень Вдохновляют Нас Например Как Однажды Приджаваси Прабу Он Рассказывал На Воскресной Лекции О том Как В Брама Ваварта Пуране Описана История О том Что У Ясадевы Родился Сын Шокодева Госвами И Шокодева Госвами Поскольку Будучи В утробе Матери Он Будучи Отцом Такого Великого Святого Он Услышал От него Шимат Бхагават И Он Не Хотел Выходить Из утробы Матери Потому что Он Боялся Прикоснуться С материальной Природой Он Боялся Оскверниться Он Хотел Оставаться В чистом Сознании Всегда Помнить О Верховном Господе И Это Длинная История Со Многими Деталями Когда Он Все-таки Вышел Потому что Его Кришна Попросил Об этом И В самом Начале Бхагава В первой Песне Объясняется Тоска Весадевы Когда Он Тоскуя По своему Сыну Там Говорится Что Он Когда Он Родился Он Встал И Сразу Ушел Потому что Он Боялся Боялся Хоть Как-то Каких-то Вообще Материальных Связей Он Встал И Ушел Просто Бродить По Свету И Тогда Весадева Он Разослал Своих Учеников И Они Ходили По Всем Окрестностям Они Искали Шокадева Госвами И Чтобы Его Его Невозможно Было Найти Потому что Он Не Хотел Встретить Он Прятался От Них И Для Того Чтобы Его Встретить Они Тогда Стали Цитировать Шлокившим Адбхагаватам И Когда Там Я К сожалению Не Взял В третьей Песне Во второй Главе Из Шлока Которая Говорит О милости Господа Там Где Говорится О том Как Он Проявил Своё Милосердие Великодушие К демонице Путане Когда Путана Хотела Его Убить Но Кришна Он Выпил Её Яд Вместе С Этим Ядом Выпил Всю Её Жизнь Но Он Не Просто Её Убил Но Она Заняла Место Его Кормилице В Духовном Мире И В этой Шлоке Говорится Что Где Я Найду Такого Милостивого Господа Как Господь Кришна Который В Ведьме Путане Той Которая Хотела Его Убить Отравить Он Предоставил Её Место Матери И Когда Его Сами Услышал Эту Шлоку Он Остановился И Потом Они Процитировали Он Услышал Другую Шлоку Из Десятой Песни Которая Говорится О красоте Господа Говорится Как он Выглядит Что он Украшен Цветами Карникара Какое У него Прекрасное Лицо Какой Он Красивый Какой Он Добрый Как Живое Существо Стремиться К нему И Тогда Так Бриджабаси Прабу Говорит Что После Первой Шлоки Он Остановился Но Когда Он Слышал Вторую Это Он Побежал Побежал На звук Этой Мантры Итак Ученики Шокодавогасвами Они Смогли Найти Шокодавогасвами Ученики На этот же Текст Который Давал Найранжан Асвами И Для Того Чтобы Привести Пример Шимат Бхагаватам Преданных Чей Процесс Духовного Пути Духовного Совершенства Растянул Несколько Жизней Найранжан Асвами Приводил Пример Бараты Махараджа О том Что он Был Великим Подвижником И Потом В конце Жизни Неосторожно Привязался К олененку И В момент смерти Он думал о нем И в следующей жизни Он родился оленем Но Плоды Его Достижения Духовного Пути Не пропали Потому что Будучи оленем Он помнил Все Чего он достиг Все Духовное Самосознание Все Чего он достиг В предыдущей жизни И Я хотел Также Привести Пример Из Шимат Бхагаватам Поскольку Мы сейчас В храме Читаем Историю Махараджа Читракету Из шестой Песни Там тоже Описан Духовный Путь Духовная Жизнь Махараджа Читракету Очень удивительного Царя Который Очень праведным Он был очень праведным Царем У него все было В царстве Его подданные Любили У него было Огромное количество Жен Но у него Не было детей И поэтому Когда пришел Великий Риша Ангир Чтобы Благословить его И дать ему Трансцентное Знание Он увидел Что Махараджа Читракету Очень поглощен Материальной Жизнью Не очень Много Хотя он Благородный Хороший Но не очень Много Материальных Желаний Он очень хотел Сына И он понял Что сейчас Он не сможет Воспринять Трансцентное Знание И поэтому Он дал ему Благословение В результате которого Появился Сын И потом Второй раз Когда они Встретились При других Обстоятельствах Потому что Материальные Так часто Случается Что с нами Случается Очень Не Очень Как С Махараджа Читракету Хотя он был Благородным Царем Но с ним Случилось Великое Горе И умер Его Сын И поэтому Все его Счастье Оно Сразу же Померкло Там Багов Там говорится Что Он Замертво Упал Возле Тела Своего Сына И Всю его Жизнь Он не Хотел Жить Она Для него Жизнь Казалась Бесполезной Так Материальные Привязанности Так они Влияют На живость Что он Был Просто Сражен Этим Горем И тогда По милости Господа Там появились Ангера Муни И Нарада Муни Два Великих Святых Которые В совершенстве Знают Трансцендентное Знание Знают Этот путь И вся Жизнь Заключается В том Что они Являются Носителями Этого Знания Они Проповедуют Обусловленным Живым Существам И тогда Они Пролили Свою Милость Нам Хараж Читракету Они Объяснили Ему Трансцендентное Знание Там описывается Очень удивительное Есть Там Несколько Стихов Которые Описывают Положение Души Дают Определение Души Очень важные Стихи Каждому Из нас Очень важно Это читать Потому что С каждым Новым Разом Как только Мы слышим Это Это приближает Нас К тому Что мы Все ближе К тому Чтобы Глубже Понять Это знание Мы Становимся Ближе К тому Чтобы Это знание Оно Становилось Руководством Нашей Жизни И Махараж Читракету Он Кому Говорится Что Это знание Он Воспрял Духом Он Отринул Эту скорбь Он Принял Наставление Нарадамуни Который Выступал Его Духовным Учителем Потому что В духовной Жизни Это очень Важный Принцип Гуру Подошрая Принять Приближище Духовного Учителя Потому что Духовный Учитель Он Избавляет Живое Существо От Глубоко Укоренившегося Заблуждения Что я могу Быть Счастливым В этом Материальном мире Есть Это Заблуждение Которое Живой Не способно Саморазрушить Ему Нужна Сила Сила Садгу Который Помогает Избавиться От этого Заблуждения И так же Он ему Дал Мантру Которую Описывает Трансцендентного Господа Описывает Славу Господа И повторяя Эту Мантру Он Достиг Совершенства Он Смог Увидеть Господа Он Увидел Господа Лицом К лицу Он Возносил Ему Молитвы И потом Там Описывается Дальше Что По неосторожности Он Выразил Удивление По отношению К поведению Господа Шивы Это не было Оскорбление Это было Просто удивление Он удивился Что Господь Шива Будучи Самой Отрещенной Личностью Самым Возвышенным Вочнавом Он Его поведение Отдаленно Напоминало Поведение Мирского Человека И поэтому Он Подивился Как это Возможно И когда Парвати Супруга Господушива Она услышала Это Она восприняла Это Как оскорбление Хотя Как Сам Багатам Говорится Что На самом деле Оскорбления Не было Но поскольку Она восприняла Это Как оскорбление Она Его прокляла И Четракеду Махараш Будучи Великим Преданным Господа Он воспринял Это Как Милость Как Милость Господа И Сказано Что Он мог Нейтрализовать Это Проклятие Но Он Этого Не Сделал Он Принял Это Как Милость И Чтобы Победить Сказал Шри Шри Это Применение К Великим Святым Его Божественная Милость Можно Так Перевести И Как Можно Такое Определение Применить К Демону Который Поверх Поверх Страх Вселенной Господь Индра Испытывал Страх Там Описано Что На самом Деле Посреди Этой Битвы Вред Рассура Вдруг Страх Всего Начал Давать Наставление Господу Индре Он Сказал Ему Что Он Стал Его Побуждать Вставай Сражайся Вставай Убей Меня Он Его Стал Побуждать Исполнять Свой Долг И Потом Среди Этой Речи Он Стал Возносить Удивительные Молитвы Господу И эти молитвы Они Они Исполнены Очень Глубоких Эмоций На самом деле Такие Молитвы Может Возносить Только Великий Преданный Как Согласно Если Согласно Рассы Эти Молитвы Очень Возвышены Эти Молитвы Может Возносить Только Величайший Преданный Который Достиг Величайшей Стадии Любви К Богу Я хочу Прочитать Эти Молитвы Всего Четыре Молитвы Я Когда-то Слышал Что Иногда Эти Молитвы Называют Даже Чатуршлокой Потому Что Они Обладают Таким Могуществом Итак Это 6 11 25 26 24 25 26 27 Говорит Демон Говорит Рассура Который В прошлой Жизни Был Великим Преданным И Который Сохранил Это Знание Из Прошлой Жизни О Мой Господь Во Верховная Личность Бога Смогу ли Я Вновь Стать Слугой Твоих Вечных Слух Из Бравших Твои Лотосные Стопы Единственным Прибежищем О Повелитель Моя Жизни Позволь Мне Снова Служить Так Чтобы Ум Мой Всегда Думал О Твоих Трансцендентных Качествах Слова Воспевали Твои Качества А Тело Постоянно Служило Твоей Милости О Мой Господь Источник Неограниченных Возможностей Я Не Желаю Наслаждаться Ни на Дроволоке Ни на Райских Планетах Ни Даже На Планете Господа Брамы Не Стремлюсь И к Власти Над Земными Ленишими Планетами Мне Не Нужны Ни Мистические Способности Ни Даже Освобождение Если Ради Него Мне Придется Покинуть Твои Лотосные Стопы И Дальше Исследует Текст Который Считается Очень Важным Считается Центральным Из этих Четырех Потому что Здесь Описана Высокая Ступень Близости Господа Он Говорит О Лотосаокий Господь Как Неоперевшиеся Птенцы Ждут Когда Их Мать Прилетит К ним С Кормом Как Телята Нетерпеливо Ждут Когда Их Наконец Отвяжут И позволят Напиться Материнского Молока Или Как Истосковавшаяся Жена Чей муж Находится Вдали От дома Ждет Когда Он Вернется И Обласкает Ее Так И я Томлюсь Ожидая Возможности Лично Служить Тебе Это Очень Красивые Молитвы Которые Говорят О Высокой Стадии Привязанности Любви К Господу И Ачария Утверждаю Что Здесь Приводят Те Три Примера Которые Здесь Приводятся Они Приводятся По очереди По Нарастающей Здесь Говорится Что Птенцы Они Просто Хотя Они Нетерпеливо Ждут Но Они Сидят В гнезде Неподвижно Но Тем не менее Они Ждут Нетерпеливо И Потом Телята Нетерпеливо Ждут Когда Их Отвяжут И Позволят Напиться Молока Но Если Кто Был В Гошале Он Видел Как Телята Танцуют Они Не Могут Оставят На месте И Когда Их Наконец Отпускают Они Подбегают К умени Матери Они Резким Движением Голов Они Бьют В это Вымя И Оторвать Их Невозможно И Молочники Они Знают Это Они Для того Чтобы Корова Отдала Все Молоко Они Иногда Выводят Теленка Он Начинает Танцевать Стремиться К своей Матери На ней Его Привязывают И Корова Глядя На него Она Дает Сво Молоко И Молочник Он Доит Сколько Ему Нужно И Оставляет Потом Немного Для Теленка И Когда Его Отвязывают Он Тогда Очень Красиво Бежит И Забавно Видеть Как Пораляется Его Привязанность Нетерпение Его Жажда И Следующий Пример Говорится Что Эмоционально Он Максимально Окрашен Это Приводится Пример Жены Которая Таскует По своему Мужу Который Находится Вдали От дома И Она Ждет Когда Он Вернется И Она Ничего Не Может Делать Она Все Ей Немило Все Выпадает У нее Из рук Она Даже Есть Не Хочет Она Думает О своем Муже Так И Преданный Находясь В материном мире Чистый Преданный Ему Тягостно Это Материальное Существование И Только Когда Он Вспоминает О Господе И Это Становится Причиной Его Радости И Поэтому Когда Объясняется Пошином Защита Господа Что Как Есть Багово Там Описаны Темы Что Есть Тема Пошином Защита Господа Которая Проявляется На двух Уровнях И На первом Уровне Она Проявляется Что Господь Дает Все Необходимое Живому Существу Он Создает Этот Материный Мир Дает Ему Тело Дает Возможности Различные Материальные Возможности Дает Этот Мир Дает Солнце Воду Свет Создает Благоприятные Условия Но Это Внешнее Объяснение Глубокое Объяснение Защиты Господа Объясняется В том Что он Дает Священное Писание Он Приходит Сам И Он Это Делает Для того Чтобы Защитить Своих Преданных От Разлуки С ним Он Являет Своей Лилы Приходит Со Своими Спутниками Дает Священное Писание И Как Объясняет Ачарий Когда В Багалгите Здесь Дальше В четвертой Главе Будет Объясняться Причины По которым Приходит Господь Итвотамир Объясняются Три Причины Защитить Праведников Наказать Безбожников И Возвратить Принципы Религии Которые Периодически По Отвлиянию Вечного Времени Приходят В упадок Потому Что Природа Этва Мира Такова Что Все Приходит В упадок И Более Глубокое Объяснение Которое Дает Ачарий Что На самом Деле Чтобы Все Это Сделать Не Обязательно Приходить Господу Это Могут Сделать Те Кого Он Может Послать Уполним Моченные Другие Живые Существа Но Он Приходит Сюда Для Того Чтобы Лично Сделать Это Потому Что Когда Он Приходит В этот Мир По Верховному Господу И В Шимадбхагава Там Есть Объяснение Там Объясняется Что У живого Существа У души Нет Никого Дороже Господа Что Это Самое Дорогое Что Есть У Души И Каждый Из Нас Мы Воспринимаем Себя Как Личность На Уровне Души И Также Бхагава Там Объясняется Что Самое Сокровенное Желание Его Истинная Потребность Заключается В том Что Каждое Живое Существо Оно Хочет Быть Иметь Прибежище Иметь Защиту И Также Живое Существо Его Самое Сокровенное Желание Это Любить И Быть Любимым И Поэтому В Шимадбхага Там Священных Писаниях Объясняется Что Эта Потребность Она Достигает Своего Совершенного В отношениях Со Всевышним И Поэтому Преданные Господь Приходит В этот мир Для того Чтобы Защитить Своих Преданных От разлуки С ним Он Являет Своей Лилой И Преданные Даже Когда Господь Покидают Этот мир То Остаются Эти Лилы Которые Записаны В Священных Писаниях И Преданные Просто Следуя Процессу Читая О славе Господа Вспоминайте Эти Лилы Таким образом Они Избавляются От Разлуки С Версковным Господом Я в конце Два слова Скажу О тех Трудностях Которые Здесь Также В тексте Говорится Что Есть Два Пути Есть Духовный Путь Есть Мирской Путь Карма Бхирбхавет Бесполезный Путь Который Приводит Какие-то Временные Плоды Также Здесь Шилап Пропада Приводит Текст С пятой Песни Который Прославляет Господа Чаранамбуджу Где Говорится Что Бывает Так Что Человек Оставляет Трансцендентный Путь В силу Каких-то Обстоятельств Но Все равно Он ничего Не теряет Но Тот Кто Посвящает Всю свою Жизнь Исполнению Мирских Обязанностей И достижению Каких-то Материальных Целей Даже Если Он доводит Своё Дело До конца То Все равно Ничего Не Выбирает Потому Что Рано Или Поздно Наставляет Это Тело И Багаватам Там Там Где Господь Он Освобождает Демона Калия Там Описывается Что Калия Он Будучи Демоном Страшным Сильно Могущественным Демоном Который Отравил Все Вокруг Своим Ядом И Господь Он Танцевал На его Головах Он Танцевал До тех пор Пока Калия Изрыгал Яд И Когда Уже Весь Яд Закончился И Пошла Кровь Тогда Только Господь Остановился И Жены Этого Демона Они Были Великими Преданными И Они Благодарили Господа Они Возносили Ему Молитву Они Говорили Что Твоя Милость Заключается В том Что Наказывая Таких Негодяев И Грешников Ты Проливаешь На них Свою Милость Потому Что Избавляешь Нас От Скверных И Все Те Трудности Которые Случаются В нашей Жизни Они Предназначены Для того Чтобы Встряхнуть Нас Немного Чтобы Мы Вышли Из Зоны Какого-то Своего Комфорта Избавились От Праздности И Задумывались О том Что О бренности Этого Материального Существования И более того Когда В этих Трудностях Мы Учимся Предаваться Господу Учимся Зависеть От Него Учимся Молиться Ему Потому Что Это тоже Очень важно Учиться Зависеть От Него Молиться Искать Прибежище В нем Потому Что Все Эти Трудности И потери Когда Мы Что-то Теряем Это Мелочи Посоленее С тем Что Когда Предстоит Самое Главное Важное Событие В нашей Жизни Когда Мы Должны Будем Оставить Все Оставить Наше Тело Что Тогда Это Уже Будет Последний Последний Экзамен И Как правило Это Очень Сложный Момент И Преданный Господа Который На Продержении Своей Жизни Научился Зависеть От Него Он С Легкостью Он Без Страха Вручает Себя Господу Момент Смерти Возвращается Домой К Богу Описано Также Всем От Бхагаватам И я Просто Мне Было Интересно Привести Пример Я Искал Я Нигде Не мог Я Очень Долго Сидел В интернете Искал Хотел Найти Эту Историю Со Всеми Подробностями Но Я Просто Вспомнил Ее По Памяти Эта История Произошла Около Десяти Лет Назад Когда Если вы Помните Тот Кто Помнит Что Когда В Казахстане Преданные В Казахстане У них Была Община Я Забыл Она Как-то Называлась Как-то Гопал Сад Господа Гопала И Преданные Они Там Строили Храм У них Был Огромный Участок Земли Строили Общину Они Строили Дома И В какой-то Момент Кому-то Из Правительства Приглянулась Эта Земля И Знаете Как Юридическим Путем Законно Незаконно Юристы Знают Как это Сделать Так Чтобы Было Все Законно Они Повернули Так Что Преданные Вдруг Лишились Права На Эту Землю И Их Выселяли Но Поскольку Они Там Жили Там Были Их Дома Их Имущество Все Что У них Было Все Что Они Накопили То Их Пришлось Выселять Силой И Там Есть Я Когда-то Видел Видео Как Их Выселяют Ноябрь Месяц Идет Снег И Приехало Много Техники Много Милиции И Они Просто Силой Вывели Людей Из Дома Вынесли Все Их Добро И Бульдозерами Они Сравнялись Землей Их Дома Это Было Вот В 21 Веке Совсем Недавно Такое Чудовищное Нарушение Прав Человека Я Помню Это Видео Когда Стоит Мягкая Мебель Стоит Диван На ней Стоит Монитор От Компьютера И Идет Снег И Этот Снег Тает Все То Что В течение Ских Часов Под влиянием Погодных Условий Просто Придет В негодность И Как раз В этот Трудный Период Бхакти Бринда Говинда Махараш Который Является Джибиситом Является Духовным Двигателем Этой Общины Духовным Лидером Он Прилагал Все усилия По всему миру Чтобы защитить Преданных Он обращался Куда мог И Однажды Как раз В этот Трудный Период Туда Приехал Неранжина С вами Он его Пригласил Потому что Они ученики Правопада Они близкие Друзья И он Попросил Неранжина С вами Сказать Что-то Чтобы Вдохновить Преданных В эту Трудную Минуту И Я К сожалению Это Очень Вдохновляющая Речь Я не смог Найти Я просто По памяти Помню Как он Побуждал Их Он говорил Что на самом деле Все трудности Они Не Спосланы Кришной И Преданным Очень важно Научиться В этих Трудностях Искать Прибежище У Кришны И Принятие Прибежища Заключается В том Что преданный Он никого Не обвиняет В своих Трудностях Он ищет Виноватых Он пытается Понимать Он берет Ответственность На себя И пытается Понимать Что на самом деле Никто не виноват Все эти Страдания Это следствие Моей греховной Деятельности И Неранжи Насамин Привел в пример Преданного Ученика Шилы Праупады Которого Зовут Муктовам Я пробу Ученик Шилы Праупады Которого Мало кто знает Он живет В Бостоне В Америке И Это очень Необычный Преданный Знаете Есть такие люди Малокоммуникабельные У него Было очень мало Друзей Он всегда Как-то Любил оставаться Один И Вроде бы Ни с кем Никаких отношений Его не было Но он Тем не менее Оставался Возле преданных Общался с преданными И его Преданное служение Заключалось в том Что он зарабатывал Много денег И жертвовал на храм Жертвовал преданным И жил Оставлял себе Немного Для жизни Для поддержания тела И жил возле храма В самых Простых Смиренных условиях В каком-то подвале И однажды Он ехал на работу И с ним случился Сердечный приступ Случилось что-то Серьезное И требовалось Хирургическое вмешательство И в этот Трудный момент Так получилось Что он был Вдали от города Никого не знакомых Ну каким-то образом По милости Кришны Вдруг появились Люди Которые знали Преданных Как-то вот Сложилось так Что он попал В больницу Потому что сам Он был Беспомощен Неподвижен И он попал В больницу Он лежал На операционном столе И он говорит Что Я понимал Что эти трудности Просто Я старею И моя карма Карма Пришло время Страдать И я лежал Старялся думать И Кришне В этот момент Старялся думать И Прабхупаде И меня переполняла Благодарность Я был очень благодарен Прабхупаде И Кришне За все то Что происходило Со мной И Он чувствовал Счастье И Преданный По милости Господа Он Таким образом Мучится В трудных Ситуациях Помните Кришне О том Что на самом деле У меня нет Никого дороже Кришны Кришна Знает Что со мной Происходит И все Что я могу Это Стараться Помнить о нем Взывать К святому имени Потому что Милость Кришны Также проявляется В том Что он приходит В форме своего Святого имени И Его милость Заключается в том Что он принимает Форму святого имени Для того Чтобы стать Еще более доступным Очень доступно В форме звука И Святое имя Всегда с нами Даже если мы Вдали от храма Даже если мы Где-то далеко Преданный Он не может жить Без воспевания Святого имени Потому что Он таким образом Окунается В памятование Кришне Трансцендентная Вибрация Он чувствует Как красота Господа Проявляется В этом воспевании Он чувствует Как Господь Отвечает ему Взаимностью На его молитву И Преданный Для преданного Это И вот Такой путь Который Заключается В том Что Чтобы почувствовать Себя душой Нужно действовать Как душа И Действовать Как душа Это значит Слушать о славе Господа Стараться Служить Господу Развивать Свои отношения С Ним Мы развиваем Отношения Когда мы Молимся Ему И так же Общаться С Его преданными И Таким образом У преданного Появляется Надежда Что в самую Трудную минуту Кришна Напомнит О себе Потому что Самая большая Опасность Которая Здесь Ачария Объясняла Что самая большая Опасность Заключается В том Что Преданный Забудет Живой Что забудет О Господе И Более того Есть еще одно Объяснение Что Поскольку Человеческая Форма Это высшая Форма Цивилизации Что Человеческая Форма Это венец Цивилизации У человека Появляются Все возможности У него есть разум Чтобы вернуться Дому Богу Но если Человек Опасность Заключается В том Что когда Человек Не пользуется Преимуществами Человеческой Формы Жизни И Не Становится На путь Самосознания То Он Деградирует Если человек Эту жизнь Развивает Качество Животного То в следующей жизни Он может Родиться Животным И это является Самой большой Опасностью И Самой большой Потерей Но продвижение По духовному Пути Как здесь Говорится Даже Даже если Мы продвинулись Всего лишь На один Процент Парупада Так и Говорит Он Приводит Эту цифру На один Процент Оно Защитит Животство От Самой Великой Опасности Я Наверное Остановлюсь Потому что Уже Время Если Есть какие-то Вопросы Дополнения Замечания Можно Пару минут Пару вопросов Спасибо Симат Бхагава Там Киря Шиши Рад Мад Киря Шиши Гурин Тай Киря Шила Прабхат Киря 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 Продолжение следует... Продолжение следует...